Вампир-граф Дракула – один из главных кошмаров современной поп-культуры. Он обладает сверхъестественной силой, питается кровью людей, спит в гробу, а обычные смертные не могут одолеть его. А вот его реальный прообраз – Влад Третий, также известный как Влад Дракула или Влад Цепиш, был легендарным воеводой и князем Валахии. Как говорят, его репутация уже при жизни была намного страшнее, чем репутация легендарного вампира Брэма Стокера. А что, если вам 19 и вас выдают за Дракулу замуж? Чем реальный Влад Дракула так прославился, что стал прообразом вампира? Какой была их первая брачная ночь? Правда ли, что вампиры родом из славянской мифологии? И кто на самом деле был первым вампиром, из-за которого в 18 веке Европу охватила настоящая паника? Как в 19 веке вампиры напали на США? Почему в Румынии Дракула считается святым? И какие современные его потомки вам всем ну очень хорошо известны? Итак, каково это было быть замужем за Владом Дракулой? Но перед тем, как отправиться в мрачную Трансильванию вместе с нашей героиней, хочу поблагодарить всех, кто уже поддержал наш канал, купив себе футболку, худи или свитшот в нашем магазине. Мы хотели бы сказать спасибо лично каждому из вас. Присылайте имя и номер заказа. Ну а тем, кто еще не успел, рассказываю. В связи с тем, что монетизацию в России отключили, поддержать нас можно, купив футболку своей мечты со стильным принтом. В связи с тем, что нас с вами уже миллион, объявляем акцию «Любая футболка» за 799 рублей. Спешите, время акции ограничено. У нас огромный выбор принтов самой разнообразной тематики. Здесь свою футболку найдут поклонники игры, котиков, литературы и музыки и даже авокадо. Если вы все же не найдете, у нас есть удобный конструктор, позволяющий заказать вещь со своим изображением. Купите себе или в подарок близкому человеку и поддержите наш канал. Ссылку оставлю в описании. Знакомьтесь, Илона Селадьида Харагзек. Ей 19, и она из знатного венгерского дома. Сам король Венгрии, мать Ешкорвин, приходится ей твою родным братом. Но это, увы, скорее проклятие, чем благо. Ведь он-то и принимает все решения в жизни Илоны. На дворе 1475, и девушка уже вдова. Совсем юно ее выдали замуж за представителя влиятельного аристократического рода Вацлава Понгронса из Сент-Миклоша. Но тот умер, и теперь король-родственник объявил ей о своем решении. Она выйдет за Влада Дракулу, которого король недавно признал законным воеводой Валахии. Илона чуть не потеряла сознание от этой новости. И было отчего. На тот момент Владу Дракуле было уже приблизительно 45. И к этому возрасту он был личностью легендарной. Его юная невеста, росшая при дворе, конечно же, хорошо знала все жуткие сплетни о нем. Она была девушка крайне религиозная. И все, что слышала о будущем мужа, ее дико пугало. Если в двух словах, то все то, чем знаменит вампир граф Дракула, созданный воображением Брэма Стокера, ерунда по сравнению с биографией реального Влада Третьего. Уже при жизни книги с легендами о его садистских наклонностях и кровожадности разошлись по всей Европе. Он был известен как знаменитый воин, но при этом все были наслышаны о его невероятной жестокости и мстительности. Его враги, особенно турки, отчаянно боялись его. Как судачили при дворе, Дракула любил за обедом макать хлеб в кровь врагов. Рассказывали также, что у него было очень странное чувство юмора. Якобы наблюдая за насаженными на кол, он нашел забавно, что они дергались на кольях, как лягушки, и сказал, о, какую великую грациозность они проявляют. Обедать он, мол, любил под трупами, насаженными на кол, а когда от вони разлагающихся тел, прислуживающий ему за обедом слуга, чуть не потерял сознание, то Дракула приказал посадить его на самый высокий кол. Теперь, мол, этот запах гниля до тебя не дойдет. Придворные рассказывали также, что этот кровожадный монстр сжигал бродяг, с которыми мог сесть пировать. Послам, не снявшим при встрече с ним шапки, приказал прибить эти шапки гвоздями к голове, заставлял родителей есть собственных детей. Неверным женам в его владениях вырезали половые органы и сдирали кожу. Рассказывали также, что его подданные так боялись своего господаря, что в центре площади стояла золотая чаша без охраны, из которой можно было бы попить, и которую никто так и не осмелился украсть. Все эти истории леденили кровь и лони во дворце, рассказанные во время прогулки, чтобы скоротать время. Но теперь-то ей предлагали выйти за этого изверга замуж. Видела она и жуткую книгу о владе Дракуле с ужасающими миниатюрами под названием «О злодеек, который звался Дракул и был воеводой Валахии». Вот что прочитала в ней Илона. «О самом лютом из владык, кто подданных своих привык тиранить повсеместно, с тех пор, как мир был сотворен, о злейшем звере всех времен, насколько мне известно, поведаю стихами, как Дракул злобствуя владел Валахией и свое дело упрочить манил грехами». Она помнила, как все с облегчением вздыхали, что это чудовище уже давно, 13 лет, как сидит в тюрьме, в которую его неожиданно для всех посадил король Корвин, якобы за тайные переговоры с Османской империей. И теперь ей предстояло выходить за него замуж. По обычаю, принятому во время сватовства в знатных семьях, король заказал портрет, который нарисовали с Дракула в тюрьме. Навряд ли девушку мог покорить мужчина с этого портрета. Увы, в средние века быть женщиной изначало совсем ничего не решать и быть этакой ходячей маткой, призванной только рожать. Выдать дочь замуж можно было, начиная с 12 лет, а обручить и вовсе, начиная с 7. Впрочем, принцессы выдавали замуж и в более юном возрасте. Абсолютная рекордсменка Бланка Сфорца, которая вышла замуж в 2 года, а к 10 стала вдовой. Избежать замужества было чрезвычайно трудно. Если дочь наотрез отказывалась выходить за избранника родителей, те даже могли устроить изнасилование собственной дочери, впустив жениха в ее спальню. Как правило, испорченной таким образом невесте ничего не оставалось, как согласиться выйти замуж за насильника. Муж мог изменять, бить, сослать в монастырь, а вот женщина обязана была только терпеть. Она была полностью в его власти. Ведь брак и рождение детей единственное предназначение женщины и никакого там личностного развития. Расторгнуть несчастный брак с ненавистным мужем было также практически нереально. Ведь для этого надо было доказать в суде, что заключен он обманным путем, что супруги кровные родственники, что муж импотент, или что он, ну уж, очень жестоко обращается с женой. Заметьте, умеренную жестокость даже одобряли, жену, мол, надо учить. Но и смерть опостылившего супруга тоже не освобождала женщин. Они либо были вынуждены выходить замуж повторно, чтобы избежать нищеты, либо, если получали от мужа большое наследство, заключали повторный брак принудительно. Так в Англии в 12 веке всех богатых вдов заносили в казначейский реестр, и король мог раздавать их подданным по своему усмотрению и ради своей пользы. У вдовы был только один шанс избежать повторного брака, откупиться и выйти из этого реестра. Вот только удовольствие это было настолько дорогое, что за это женщине приходилось выложить все доставшееся ей наследство. Она становилась нищей, и на этот раз ей приходилось выходить замуж, чтобы ее кто-то прокормил. Ну а у нашей героини никакого шанса не выйти замуж за жуткую Владу Дракулу не было. Правда, родственники вспомнили, что в свое время ее отец имел с Дракулой общие дела и знал его лично, а не из сплетен, памфлетов или анекдотов. Они-то ей рассказали, что на самом деле у того вовсе нет рогов, и производил он впечатление нормального человека. Бедная невеста Дракулы, поплакав, стала готовиться к свадьбе. Средневековая свадьба – мероприятие пышное и многолюдное. На свадьбе Илона и Дракула было много подарков, угощений, пройдящих музыкантов и, конечно, гостей, сочувствовавших девушке, выходившей замуж за такое чудовище. Невеста Дракула была одета вовсе не в белое, а в красное платье. Так было положено. Священнослужители, нотарии заверили их бракосочетание. Потом они отправились в церковь, где приняли обеты и получили благословение. А затем пришло время другого важнейшего обряда – возлежания или консумации брака. Первая брачная ночь должна была проходить публично, в присутствии свидетелей, которые закрывали полок на постели и ждали, когда брак свершится, ведь следовало засвидетельствовать физический контакт. Консумация брака была важным фактом именно для аристократических семейств. У постели юных супругов часто оставляли опытных дам или родственниц, которые помогали советам. Все, связанное с сексом, включая первую брачную ночь, контролировала средние века церковь. Так, секс между супругами церковь категорически запрещала в четыре дня из семи. По средам и пятницам, субботам и воскресеньям. За интим собственным мужем в воскресенье оба могли на 40 дней остаться на хлебе и воде. Вы спросите, ну а откуда священники-то могли про это узнать? Так сами супруги были просто обязаны рассказать на исповеди. Нельзя также было многочисленные церковные праздники и дни поста. Всего набегало не менее 240 дней в году. Были и другие запреты. Конечно же, интим дозволялся категорически только в темное время суток. В средние века считалось, что женщины гораздо развратнее мужчин. Поэтому-то за ними и надо строго следить. Выходя замуж, женщина занимала в средневековом обществе значительно более высокое положение, чем незамужняя. Теперь она следила за домом, рожала наследников и выполняла супружеский долг. После свадьбы, которую Илона практически не помнила от волнения, она и ее новый супруг отправились в Трансильванию, в замок Дракула. Теперь ей предстояло оказаться одной полностью в его власти. Ее воображение уже рисовало насаженных на кол людей, под которыми ей придется обедать, и прочие ужасы. Сегодня во многих замках Трансильвании рассказывают, что это там-то и жил Влад Дракула, но большинство из них и построено-то были уже после его смерти. Известно, что знаменитый господарь был неприхотлив в быту и не любил роскоши. Всю свою жизнь он проводил в военных походах. Ее замок был местом крайне неуютным, впрочем, как и другие замки средних веков. В них было очень холодно и промозгло, замок обдувался всеми ветрами, по коридорам гуляли сквозняки. Протопить, да и осветить все это было практически невозможно. Впрочем, Илона нашла в замке и красивую мебель и посуду. К ее облегчению, по прибытии супруг не кинулся тут же сажать кого-нибудь на кол. Ели они, не под трупами казненных, да и кровь врагов он вроде не пил. По приезду сразу окружил себя священниками и монахами. Илона стала приглядываться к супругу повнимательнее. При слове Дракула все мы представляем себе кого-то такого или такого. Как выглядел реальный Влад Третий на самом деле сегодня доподлинно неизвестно. Самые ранние его изображения были карикатурами, хоть и были созданы при его жизни. Их задача была очернить Влада Третьего. Самым ранним его изображением считают вот это. Здесь он изображен в виде понтия Пилата, собирающегося судить Христа. А вот на этом прижизненном изображении из монастыря Лилиенфельд он мучает апостола Андрея Первозванного. Задача этих изображений очернить Влада Третьего. А вот наиболее достоверный, как считают ученые, все же вот этот портрет, хранящийся в австрийском замке. Хоть он и более поздний, но зато копия несохранившегося более раннего, написанного, так сказать, с натуры при жизни знаменитого Господаря. А вот как раз не дошедший до нас портрет, как считают ученые, был написан, когда Дракула сидел в тюрьме для Илоны. Он же лежит и в основе вот этой миниатюры, которая хранится в Музее истории искусств Вены. В общем, не зловещее чудовище. Влад Третьей происходил действительно из знатной семьи. А вот графом Дракула никогда не был. Это Брэм Стокер, написавший в конце 19 века свой знаменитый роман, немножечко приукрасил для красного словца. И Дракула, и Цепеш прозвище. А вот настоящая фамилия его семьи Басараб. Дата рождения Влада точно не установлена, где-то между 1429 и 1436 годами. Кстати, дом, в котором он родился, сохранился в Румынии до сих пор. Там же туристам показывают и фреску 15 века, на которой, предположительно, родители Дракула. Ничего такого зловещего нет и в его прозвище Дракула. Его Влад унаследовал от отца, который был рыцарем ордена дракона. Этот орден в 1408 году создал император Священной Римской империи Сигизмунд для борьбы за чистоту христианской веры. Все его рыцари носили медальоны или подвески с золотым драконом, свернувшимся в кольцо. Получил такой медальон и отец Дракула. Когда он стал государем Валахи, в 1436 он поместил этого дракона и на монеты, и на свою печать, и даже на геральдический щит. Так и появилось прозвище, с которым его сын войдет в историю. А вот вампирам соотечественники Дракулу не считали. Они и слова-то такого вампир не знали. Вампир происходит от старославянского упырь. Да-да, приготовьтесь удивиться, ученые считают, что привычные нам вампиры, выпивающие кровь у людей, появились из славянского фольклора. В славянской литературе они упоминаются с 14 века. Наиболее яркая легенда о вампирах расцвели вовсе не в Трансильвании, а в Сербии. А вот в Трансильвании эти существа и вовсе называются стригои. Но во времена жизни Влада Дракулы вампиров никто особо не боялся. Настоящее помешательство на этих существах началось намного позднее, в 18 веке, когда восточную Европу охватила настоящая паника. В 1721 году два знаменитых случая нападения вампиров на деревне произошли в Сербии. Обе истории расследовали государственные служащие, и о них сохранилось множество документов. В одной сербской деревне покойник вернулся через две недели после похорон и просил еды у сына. Тот отказал, и его нашли мертвым. Потом от потери крови погибло еще восемь соседей, которые перед смертью рассказали, что покойник приходил к ним и пил кровь. Чиновник по фамилии Фромбольд, которому пожаловались сельчане, распорядился вскрыть могилу в присутствии священника. Испуганные люди увидели нетронутое разложением тела вурдалака, его сожгли. На этом загадочные смерти в селе прекратились. Вторым знаменитым вампиром стал Арнаут Павли. После его смерти односельчане стали массово умирать, а выжившие говорили, что это Павли охотятся на них. Власти вскрыли могилу и обнаружили прекрасно сохранившееся тело и полный гроб крови. После чего пронзили вурдалака колом и сожгли. Нападения вампиров в этом селе, впрочем, возобновились спустя 6 лет. После гибели 12 человек 12 января 1731 года в село Медведжи прибыл австрийский врач Глазер. Сначала он пытался объяснить смерти естественными причинами, но когда жители села настояли на эксгумации, был в шоке. Многие тела не разложились. Врач вызвал подкрепление комиссию военных хирургов во главе с Иоганном Флюкингером. Тот провел расследование и выяснил, что почти половина из погибших от вампиров не истлели. По его приказу всех беспокойных покойников пронзили колом и сожгли. После истории с вампиром Павле по Европе прокатилась настоящая истерия. Случаи нападения вампиров стали уже фиксировать и за пределами Сербии. А вокруг Сербии и вовсе предлагали даже создать карантинную зону. Целое поколение жило в диком страхе перед вампирами. Крестьяне массово откапывали могилы и вонзали в покойников колья. В 1749-м всю собранную властями информацию опубликовал уважаемый французский ученый и богослов Антуан Кальме в своем трактате. Вот что ему рассказал государственный чиновник, побывавший в эпицентре вампирской эпидемии. Цитирую. В этих краях считается достаточно обычным повстречать человека, умершего некоторое время назад. Этот человек возвращается в деревню, садится за стол к своим знакомым, не говоря ни слова, и делает знак головой одному из присутствующих, который через несколько дней неизбежно умирает. Австрийской императрицей Мария Терезия вынуждена была отправить своего личного доктора Герарда Ван Свитона расследовать это дело. Тот съездил и написал целый трактат «Исследование существования призраков», в которых пришел к выводу, что вампиры не существуют. После этого императрица запретила вскрывать могилы и осквернять тела. Так вампирская эпидемия закончилась, а вот легенды о вампирах продолжали жить. Следующая эпидемия вампиризма вспыхнула уже в XIX веке в Новой Англии. Это восточное побережье США. Люди верили, что вампиры нападают на них и выпивают кровь. Семьи фермеров выкапывали своих покойников, чтобы отрубить им голову, а потом сжечь останки. Самая знаменитая история связана с 19-летней Мерси Браун. Ее называли последней из вампиров Род-Айленда. Она умерла в 1882, а спустя два месяца ее отец и их семейный доктор достали ее тело и ахнули. На губах ее была засохшая кровь, а сама она лежала не так, как ее укладывали в гроб, а на боку. Ее сердце вырезали и сожгли. Фермеры называли среди симптомов загадочной эпидемии вампиризма серую кожу, капающую изо рта кровь и запавшие глаза. А вот сегодня ученые считают, что эти симптомы очень похожи на симптомы туберкулеза и кровь изо рта капала после кашля. Именно эти события, как считается, и породили жуткий страх перед вампирами в современной культуре. Ну а у нашей Илона жизнь потихоньку налаживалась. Ее супруг оказался в быту человеком мирным и тоже крайне религиозным. И в этом они нашли друг друга. Она выяснила, что муж поддерживал валашские православные монастыри и даже основал новый, построил храм, занимался благотворительностью. Подданные его любили и были ему преданы. Кстати, есть версия, что именно из-за Илона Дракула расстался с первой женой, утопившаяся из-за этого близ крепости Паянарь. Впрочем, другие историки говорят, что история про утопленицу всего лишь легенда, записанная исследователями фольклора в 1969. Да и там непонятно, кто утопился. То ли жена Дракула, то ли его дочь, то ли и вовсе крестьянка, которая не хотела попасть в руки турок. Впрочем, по другой версии, первая жена у него все же была. Ее звали Елизавета и она была незаконорожненная дочь предыдущего венгерского короля, с которым воевал Влад. Первая супруга Елизавета якобы родила ему сына Михню по прозвищу Злой и умерла. Впрочем, достоверно известно только о существовании Илоны. Постепенно она узнала от мужа его подлинную историю. Влад Дракула был настоящим рыцарем Ордена Дракона, прославленным воином, который считал миссией своей жизни защиту православия и создание единого государства. Потому-то прототип Дракулы сегодня святой, почитаемый румынской церковью. Там он национальный герой. Его противники и даже его младший брат потратили огромное количество усилий и денег, чтобы уже при его жизни превратить этого прославленного полководца, отважного воина и талантливого правителя в фантастического злодея и кровопийцу. На него лились потоки чудовищной лжи, распространяемые по всему миру. Настоящая информационная война, которую храбрый воин проиграл хитрым подлецам, так и оставшись в истории величайшим злодеем. Когда он был еще совсем маленьким, отец Дракула занял Валашский престол по воле короля Венгрии. Потом он с королем поссорился и престол потерял. Ну а дальше началась борьба за то, чтобы этот трон себе вернуть при помощи султана Османской империи. В результате два его сына, Влад, которому тогда было 13-14, и его младший брат Рада оказались заложниками у султана, чтобы отец Дракула был, так сказать, надежным партнером. Многие исследователи считают, что именно здесь, в Турции, он пережил сильнейшее психологическое потрясение. Это произошло по одной из версий после того, как в Османской империи его пытали, чтобы обратить в ислам. С другой стороны, исторические источники ничего об этом не говорят. А согласно еще одной популярной гипотезе, сильнейшее потрясение Дракула получил, когда наследник престола Османской империи Мехмед II стал домогаться его младшего брата. О том, что Мехмед II был влюблен в брата Дракулы Раду Красиво, пишет средневековый греческий историк. В общем, наверняка жизнь двух юных беззащитных заложников при дворе была не сахар. И тут случилось и вовсе ужасное. В 1447-м отца Дракулы свергли с престола. Венгры при поддержке местных бояр отрубили ему голову, старшего брата Мирчу ослепили раскаленными железными кольями и закопали живьем. Османский султан, узнав о гибели год посадил на престол 25-летнего Влада, а младшего его брата Раду, своего любовника, оставил при своем дворе. Но придя к власти, Влад отказался платить туркам дань и стал самым непримиримым борцом с османами. Он укрепил оборону страны кольцом крепостей, развивая торговлю, проводил политику протекционизма. Безжалостно боролся с изменниками-аристократами, возвышая незнатных, но преданных ему людей. А после этого выступил в поход против турков, нанеся им сокрушительное поражение. О подвигах в сражениях молодого дракона начали складывать легенды. Но когда турки пошли мстить крохотной Валахии, союзники его предали, на помощь не пришли. Крохотное войско Влада, около 30 тысяч человек, осталось один на один против 150-тысячной турецкой. Тогда он совершил гениальный ход, предупредил тактику Кутузова. Его воины, отступая в горы, сожгли на родине все посевы и отравили колодцы. Войско турков терпело по пути страшное лишение. А в конце их ждало брошенная столица Валахии с распахнутыми воротами. Здесь не было ни одной живой души, только пленные турки, насаженные на поле и ужасное, удушающее зловоние. Османы были в ужасе и поспешили уйти подальше, а ночью на них напали воины дракон. Непобедимые когда-то турки с позором бежали. Кстати, с ними был и его младший брат, Раду, которого турецкий султан хотел посадить на престол Валахии. Так Влад Третий одержал очередную невероятную победу. О молоте турков заговорили по всей Европе. И вот тут-то его еще раз предали. Сначала друг, король Молдавии, которому Влад помог завоевать престол, объединился с его младшим братом и турками. А когда Влад обратился к венгерскому королю, двоюродному брату Илоны, тот и вовсе вероломно и неожиданно для всех арестовал Дракулу и обвинил главного на Балканах борца с турками в том, что он сговорился с ними. Вот что с удивлением пишет современник, автор венгерской хроники. Король перешел Альпы, как говорят, для того, чтобы освободить из рук турок Дракулу. Придя туда, он, не знаю по какой причине, ибо никто вполне этого не понял, захватил Дракулу в Трансильвании. Другого же Раду, назначенного в эту провинцию турками, вопреки всеобщему ожиданию утвердил. Этого же Дракулу привел в Буду пленником и держал 10 лет в заточении. Вот такие вот союзнички. Севший после ареста Влада на Валашский престол Раду Красивой, возлюбленный турецкого султана, принявший ислам в 1464, развернул информационную войну против брата. Он выпустил книгу о Дракуле, в которой был заложен новый кровожадный образ вчерашнего отважного героя. Там были собраны самые жуткие вымыслы, приведены ужасающие миниатюры. Книгу напечатали большим тиражом и распространили по всему миру. Так храбрый воин стал садистом и кровопийцем. Кстати, прозвище Цепиш, которое с румынского переводится как Колосажатель, вообще не использовалось при жизни Влада Третьего. Оно появилось через 30 лет после его смерти. Внес свой вклад в создание зловещей легенды о Дракуле и наш соотечественник, дьяк русского посольского приказа Федор Курица, находившийся в то время при дворе короля мать Ешакорвина с официальным визитом. Спустя несколько лет после гибели Влада он опубликовал свое сказание о Дракуле воеводе. Ну а завершилось создание легенд уже в конце 19 века, когда Брэм Стокер сочинил своего Дракулу, взяв в качестве первого вампира кровожадного монстра, вошедшего в историю. Отношения Дракула и Илона наладились. Ее долгое время считали бездетной из-за того, что в первом браке у нее так и не было детей. А вот в браке с Дракулой отчаявшаяся была Илона родила двоих сыновей, одного из которых назвала в честь мужа Владом. Вот только Дракула большую часть времени по-прежнему проводил в военных походах. Он погиб в 1476. Средневековые хронисты Якоб Ундрест и Ян Тлугаш считают, что он был убийцовым слугой, подкупленным турками. И Илону снова выдали замуж. Никто не знает, что она об этом думала. Сначала она вышла замуж за некоего Павла Щуку, а после его смерти за Йона Эрделея Трансильванского. Илона скончалась в 1497. Детей других мужей у нее не было. Вы удивитесь, но потомки того самого Влада Дракулы живут и сегодня и всем вам хорошо известны. Это наследники английского престола Чарльз и Уильям, ну и сама королева Елизавета II. Процитирую принца Чарльза. В моих жилах течет трансильванская кровь, согласно генеалогическому древу, я происхожу от Влада III Цепиша. В XIX веке британский король Георг V женился на Марии Текской, которая была прямым потомком брата Цепиша, Влада IV. Ученые посчитали, что принц Чарльз потомок Дракулы. Ученые посчитали, что принц Чарльз потомок Дракулы в 16 колене. Впрочем, сам он заявил, что не боится своего кровожадного родственника и даже купил небольшой домик в одной из румынских деревень. Продолжение следует... Продолжение следует...